Бывают случаи, когда вас ни с того ни с сего посещает совершенно поехавшая мысль, которая просто с ног на голову переворачивает все ваше сознание? Этот ролик совсем не про это, и в моем случае это просто бесконечный поток мыслей в стиле Харуки Мураками. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный слуга, Билли Бепс. Тема данного видеоролика достаточно необычайна, и манера написания мне почему-то напоминает те самые доклады, что приходилось мне писать в универе, чтобы мне с ут подняли хотя бы до хор. Ладно. Тема у нас сегодня такая. Могут ли игры устареть? Буквально. Можно ли считать тот же третий ДМС старой, устаревшей игрой? Уж больно мне от мысли, что многие хорошие игры на немногими умами кличутся старьем. Да не, Фулл, это же срань древняя, зачем в него играть, когда есть четверка? Или зачем нам нужен этот андеграунд, он старый, лучше поиграю в фу... Я не буду играть в Барнаут Парадайз, ооо, а вот это другое дело. В прошлом было создано множество прекрасных игр, прям, огромная столбка годноты, что ныне лежит в куче, а рядом стоит табличка, в это старое говно мы не играем. Главный посыл и цель данного ролика будет решение проблем игр прошлого. После этого видео многие из вас, которые возможно со скепсисом относились к играм прошлых поколений, изменят свое видение и даже попробуют поиграть в тот же условный Даггерфолл или Ультима. What's a Paladin? А я надеюсь ввести моду на то, что называть игры старыми в принципе не камильфо. Я нашел решение, которое все это исправит, и по крайней мере в нашем с вами кругу мы будем прекрасно знать, как относиться к данному явлению. Но про новые игры я думаю многие из вас также не хотят забывать и даже желают играть, а поможет в этом GFAN. С каждым днем чудеса эпохи прогресса все больше приближают нас к тем самым фантазиям фантазеров. Компания NVIDIA сотворила одно из таких чудес GeForce Now или же сокращенно GFAN.RU. Ныне тебе не нужно иметь сверхмощную бандуру, которая вот-вот скосплеит генератор орков. Игра, что любо твоему глазу, может быть запущена на одном из серферов, а изображение онного произведения будет без каких-либо задержек транслироваться прямо тебе на монитор, телефон или же куда тебе угодно. Ты буквально играешь в игру, обвешанную всякими RTX'ами и DLCC 2.0 без надобности имения адронного коллайдера под столом. Мне лично самого сервис вообще очень даже по душе, потому что нету никакого инпут-лага. А для меня это самое главное. Можешь играть на максималках и буквально нет никакой задержки в управлении. Это замечательно, это чудеса какие-то. Вот тут и оно. Кстати, Киберпухич также будет доступен буквально в день выхода игры, когда бы он там не вышел. А еще на сервисе, помимо Кибербанка, доступны Watch Dogs Legion и Assassin's Creed Valhalla. Конечно же, ты можешь бесплатно опробовать сервис, но я бы лучше сразу взял премиум Аки, чтобы в очереди не стоять. Список доступных игр большой, удовольствие отыграть, так тем более. Плюс еще плюшки от издателей получишь и будешь вообще счастливой. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся в GFN и играй уже сейчас. Прежде чем приступим к обсуждению правильности навешивания играм ярлыка старой, давайте вот что решим. Являются ли игры искусством? Это очень важный вопрос, потому что ни картины, ни музыка, ни фильмы, ни литература не могут устареть. Определений слова искусства много. Каждый полоумный всратыш своего времени пытался дать свое объяснение данного явления. Кто-то говорил, что это метафора действительности, послевкусие, реальности и прочий заумный гуманитарный бред сумасшедшего. Я все-таки более практичный человек, и поэтому ловите определение такое. Искусство представляет собой особый вид духовной сферы деятельности, основанный на творческом воспроизведении окружающего мира в художественных образах. Хм, не знаю как вам, а мне кажется, что это очень даже подходит под обозначение игр. Вы знаете, это же игры, это компьютер как вирус. Это на миллионы, миллионы дебильных, значит, детишек, людишек. Одно и то же, вот они там что-то, это постоянно пострелялки и прочее. Это не индивидуальный путь. Конечно, никто особо не занимался данным вопросом, поэтому не особо понятно, под какой критерий искусства относить сами игры. Я ради интереса зашел на вики и увидел, что некий гений мало того, что запихнул игры в зрелищные и динамичные, так еще и обозвал компьютерными. Что в корне неверно. Нет, это не синоним, ребят. Видеоигры, или если так угодно, электронные игры. Сами же они относятся к виду медиа-искусства. А раз игры у нас теперь не просто игры, то можно спокойно в нашем вопросе двигаться дальше. Есть люди, что называют игры не просто старыми, а устаревшими. И это, между прочим, звучит обиднее всего. Я же предполагаю, что эти люди уверены, что у игр есть срок годности. Определенное время, за которое нужно успеть пройти, усвоить игру. И если не успел, то все. Она просрочена. Да, Скайрим? Облевион? Да, Дэдспейс? А тот же первый ведьмак уже более не ведьмак, а просрак. В одной ситуации я согласился бы с этим, ведь игры это, по сути, продукт современности, чья технологическая сторона имеет свойство терять актуальность. Как айфоны, телевизоры, компьютеры. Но между техникой и играми есть одна, огромная разница. Игры не являются физическим объектом, что может устареть. Мало того, тут мы достаем наш недавно полученный аргумент, что игра по сути искусство, а искусство не стареет. Качественный вид музыки и кино также привязан к актуальным на время создания технологиям. Технологичность. Технологичность это не более чем одно из свойств, что не слишком сильно влияет на общую оценку. И то же самое и с играми. Взять в пример Planescape. Игра может быть и стара, с технической стороны, но вот её смыслы, текста, визуал, да и тот же геймплей, как были на уровне, так и остались. Мало того, во многих аспектах она всё ещё лучше многих современников. Или, давайте копнём ещё глубже. Ультима. И не просто ультима, а околобет. Кое многие считают не просто старой игрой, а неиграбельным, древнейшим говном. Вроде даже не поспоришь. А вот её и поспорим. Она не старая. Она, как и работа Аристотелю, античная. На самом деле игра абсолютно никак не устарела и не потеряла качество. Просто потому, что она совершенно не изменилась со дня своего выхода. Да, это игра эпохи конца 70-х. Но она не старее, чем тот же Шекспир. И проходить данную игру всё равно, что читать Беовульф в оригинале. Только без костыля в виде Толкина. К тому же саму игру, помимо прохождения, вы даже можете легитимно заиметь в коллекцию. В отличие от первого айфона. Следующим аргументом, в пользу того, что игры ничуть не старые, это культурная цена. С ходом времени у разработчиков появляются более новые и продвинутые инструменты, но некоторые игры как были говном, так и мёст. Если игры это искусство, то оно субъективно, а значит тот же Рокводер на самом деле не говно. И тут, кстати, не поспоришь. Рад, что меня поправили и не дали завершить столь ужасную ошибку, спасибо. Но в любом случае, вот что я хочу сказать. Каждая игра важна своей ценностью культурной, эстетическим балдежом или же даже миметичностью. Однако, несмотря на всю современную технологичность, многие игры прошлого ценнее современных, и те же первые, и вторые фоллауты, да даже нью вегас народом любимы куда больше, чем фолл четвертый. Почему? А потому что инструменты становятся лучше. А таланты к написанию сюжета, постановке уровней и выкройке геймплея, увы, напрямую зависят уже от самих людей. Взять, к примеру, те же самые квесты 90-х, где акцент делался больше на оригинальный сюжет. Вы будете смеяться, но написание текстов в данных играх просто фантастично. И дело не только в юморе и диалогах, но и в сюжетах. Бегущий по лезвию от Вествудов. Это тот шедевр, который многие увидев, пропустят, потому что жанр квестов устарел, и графика там плохая. А раз игра выглядит старо, то значит никаких эмоций она подарить не может. И после этого человек идет в какой-нибудь гудфолл или колду, потому что там лужи красиво блестят. Многие игроки судят об играх именно по технической части, которая на саму культурную ценность игры не влияет. И тут снова попробуйте меня переубедить. Эта техническая часть не устаревает, а лишь оказывается привязанной к условиям и ограничениям своего времени. Эта возможность посмотреть на графику, кстати, имеет некую музейную ценность. Да и вообще, если из игры все изъять и оставить лишь графон, то это будет всего лишь технодемка. И вот мы с вами наконец-то для себя решили, что возраст игры никак не влияет на ее качество. Единственной проблемой порой бывает запуск игры, но именно для этих случаев народные умельцы создают десятки эмуляторов, которые мало того, что запустят, так еще и сделают игру лучше с технической точки зрения. Но раз игры не старые, то как их стоит именовать? Как обозначить игру, что вышло давно? Называть играми эпохи дискет? Зельда — это игра эпохи выпуклых телевизоров. Конечно же, неплохой способ классификации игры, но как обозначение такое себе. Лично я считаю, что проще поступить как с музыкой. Есть игры 80-х, 90-х, нулевых. Все. Можно еще называть ретро-игры, но тут как и с музыкой ярлык. Ретро присваивается лишь тому, что вышло в 90-х и ранее. Итог. Бэпс, а какой итог-то? Нам теперь просто нельзя называть игры старыми? Да называйте как хотите. Просто именовать какие-либо игры старыми, мало того, что не камильфо, но и признак человека, что не интересуется играми. А если он более-менее в теме, то тогда он просто скудоумен. Игра старой быть не может. Как старыми не могут быть фильмы, музыка, книги? Однако и это еще не все. Когда речь идет не про простые игры, про особо значимые, которые имеют особую культурную ценность, то такие продукты искусства стоит называть классическими, вне зависимости от их возраста. Тот же Ведьмак, но не считается классикой. Согласны вы с этим или нет? Так же, как и другие важные игры, когда-либо выходившие. Это классика. Это классика. Это, 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 это. А как вы думаете, какие игры, вышедшие, допустим, в этом году, уже считаются общепризнанной классикой на века? Бэпс, ответ максимально чрезиден. Это Бэкснекс. Бэкснекс.